Замечали ли вы, что более чувствительны к звукам и музыке, чем другие люди? Вы не переносите шум, держитесь подальше от громких людей, вплоть до закрывания своих ушей, слышите то, чего не слышат остальные, что вы слегка интервертированы, то есть любите побыть в одиночестве и тишине. Не любите, когда чавкают, шорхают тапками, гремят посуды и все прочие раздражающие звуки. Спать нас не уложить, ведь ночь – это наша стихия. Все это значит, что вы обладаете звуковой эрогенной зоной. Звуковики, спать мы ложимся под утро, когда солнышко пошло в восход, только тогда вы и переходите в полноценный сон, а когда пора вставать, нас не разбудить, хоть из пушек стрелять. Будить можно, конечно, только шепотом. Полдня мы ходим сонные, а к вечеру начинаем просыпаться. Но как вы думаете, почему? По природе мы ночные охранники стаи, мы слушаем, чтобы никто посторонний не нарушил безопасность. Звуковые люди – это самые чувствительные люди, и все наши эмоции идут вовнутрь. Поэтому негатив мы воспринимаем гораздо глубже, чем остальные. И доходит это до обесценивания своей жизни. Жизнь имеет смысла. Депрессия, апатия – это все исключительно про звуковых людей. В этом случае наша звуковитость как проклятие. Это не выключить. И подобное состояние обязательно важно прорабатывать. Для этого можно записаться на личную консультацию. Это самый быстрый способ проработки. Ну или переходите по ссылке в шапке профиля на бесплатный психоаналитический канал. Кстати, там же можно и записаться на личную консультацию.